здравствуйте друзья вы знаете я как блогер уже давно не как бы сказать не составляю список тем на которые надо поговорить а как бы вот такой поток сознания у меня на те темы которые подбрасывает зритель и у меня конечно очень удобная такая профессиональная позиция потому что я ежедневно общаюсь с очень большим количеством людей хотят кого-то мы можем показать вот заснять на камеру они с удовольствием снимаются кто-то стесняется сниматься кого-то и неуместно было бы показывать кроме того бывают люди которые знать так поговоришь с ними и мысли возникают то есть они как бы не столько сами или допустим истории которые они рассказывают а вот просто чем чем-то таким они сознание наполняют что начинаешь думать на эту тему и вот я как бы пускать благословен вот этим количеством людей потоков людей через через нас идущих так что у меня много тем есть для разговоров и в данном случае тема неожиданно для меня я как-то высказывался я вот на форуме говорим про вес я писал на эту тему там но в общем но не знаю еще раз расскажу есть мульки такие ну как всякая вещь которая заслуживает внимание она обрастает слухами и есть такой слух вот как бы и вот такой как бы негативный можно сказать злобный о том что вот мы когда студентов на практику значит отправляем то мы на практике зарабатываем вот такая интересная чтобы то есть почему студент не получает денег на практику почему практика бесплатно а потому что они деньги себе забрали а вот почему там у студента там не знаю 10 долларов или там 15 долларов а остальные там 25 они себя я расскажу что на самом деле с интерншипами происходит значит концептуально когда школа начиналась это было вот свыше 20 лет назад я уже тогда как бы модель имел такую что человек надо подучить поставить его на проект какой-то ну понятно что есть учебный проект в классе но именно откуда-нибудь в компанию там на пару-тройку месяцев а там либо его оставят что как бы бывает статистически вот сейчас это примерно половина вот выпускников так остается и а нет так и нет но уже есть экспириенс можно в резюме написать уже уже пошло как бы лед тронулся и в конечном счете как бы концепция это работает статистически потому что если статистически достаточно много людей в итоге находит работу соответственно приходят другие люди которые хотят повторить их путь и соответственно вот она так все идет поэтому допустим уровень плейсмента который у нас там на сегодня допустим те же 82 процента по официальной статистике с учетом того что те 18 которые не не оказались на работе в течение шести месяцев по окончании из них подавляющее большинство никогда и резюме то не послали то есть нельзя сказать что у них неудачно пошло они как-то изменили свое решение настроение там я не знаю но их планы изменились если мы планы не изменились мы были бы как близко к 100 нельзя искать работу и не найти тем более за полгода это немыслимо ну 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 хорошо но не три недели но пять ну ну шесть ну вот я тут недавно паренька видел он еще на два месяца искал я думаю на из них может быть три недели искала там первые первое время так прицеливался но не суть и вот эта модель в который в основном люди устраиваются вот она и работает соответственно она прибыльная соответственно там есть оборот средств какой-то и так далее у нас бизнес в котором крутится несколько миллионов это же не не то что вот у нас тут там 100 тысяч или 300 или там 700 нет это бизнес который крутится несколько миллионов за год в тюишин я я не имею ввиду какие-то другие там поступления какие могут быть просто вот люди платят там свои три-четыре тысячи вот это значит интерншип интерншип является ключевым моментом потому что там человек получает уверенность в себе ну кроме того что его там же оставлять я не вижу особой ценности в том что там кого-то оставляют потому что он конечно может быть и рад что ему не пришлось идти на рынок уже он боится этого но по большому счету у него теперь нет опыта поиска работы у него нет столько денег сколько он мог бы получить с рынка он получает меньше из-за того что боится пойти на рынок и так далее но если психологически его это как-то успокаивает и меньше стресса на нем нормально я я-то я же не против я просто говорю что не ради этого все то есть смысл интерншипа не в том чтобы человека там оставили и для меня лично никакой ценности в этом нет как для человека который берет на себя ответственность за долговременную такую программу когда человек нашел работу другую нашел третью нашел пятую нашел все у него хорошо он растет профессионально денежка растет и так далее так вот интерншип дает человеку маркетабилити в разных аспектах он конечно он увек первую очередь это уверенность себе то есть вы можете рассказать как пишутся тест кейсы но либо вы их писали либо вы их не писали это большая разница в рассказе в том как глазки светятся в улыбочке там вот во всем в осанке этим nonverbal communication вот это вот невербальная сразу сразу видно поэтому это ключевой момент как бы нашей программы поэтому мы говорим себе даже если ты будет нам стоить чего-то вот этот интерншип мы даже готовы нести расходы у нас было время вот в 90-е годы в основном же маленькие компании берут стартапчики там где вот нет адвокатов которые говорят этого не делай того не делай а вот менеджер там привел двоих и никто не возражает и я когда-то вот был менеджером приводил у меня было десять человек в утреннюю смену и 10 человек в вечернюю и это была небольшая компания и начальство радовалось господи какой майкл человек так сказать ресурсы находят которые другие значит не соображают взять вот и все были только рады а была бы большая компания уже уже нет и вот я покупал компьютеры чтобы ребятам с собой то есть на школе стоят компьютеры но когда говорят что вот мы бы взяли но у нас компьютеров нет я бы пожалуйста сколько нужно компьютеров там три какие вот такие я иду покупаю три компьютеры даю им туда в эту компанию то есть у нас такое было сколько хочешь поэтому для нас internship это как бы затратная статья но она хорошо окупаемая затратная статья вот так же как например я плачу три с лишним тысячи в месяц за рекрутерскую лицензию на одном из ведущих сайтов где люди ищут работу почему я это делаю потому что я отслеживаю правила по которым они сортируют профайлы соответственно я знаю как студентов научить чтобы они заполняли этот профайл и были на вершину верху списка они внизу или там не посреди а то бывает что и вовсе не не дойдут и часть нашего процесса повесила резюме пришел на пять минут мы глянули человек поправили понеслось поэтому это расходная часть я плачу за это там свои три тысячи с лишним денег но она же окупается как знаете сколько пользы сколько нервов мы сохранили сколько стресса значит мы там убрали из жизни людей вот это то же самое интерн шрифтом если это стоит каких-то денег так она стоит каких-то денег это как бы эта статья затратная значит получать деньги за интерна вообще сама мысль о том что за интерна кто-то может дать денег за бесплатного или там даже за 10 долларов и тогда это настолько смешно это какое-то фундаментальное ниже плинтусное непонимание незнание реальности как бы замешанная на каком-то вот таком то что называется негатив иногда кстати иногда бывают компании вот скажем если у нас есть 50 компаний которые берут практикантов может быть есть три меняется когда две года три года четыре компании тоже движутся которые говорят знаете еще пацаны у нас бюджет очень маленький и так вот у нас есть вендоры через которые мы берем там рапсилу со стороны подгребаем консультант так условно на почасовой основе но они хотят 8 долларов в час они хотят 10 долларов в час а у нас там всего 15 значит если мы возьмем вендоры даже возьмет 8 долларов то останется только 7 а 7 долларов это меньше чем минимум вы и что есть мы так не можем давать так вы же заинтересованная сторона говорят они могут очень заинтересованы она они говорят ну вы же не хотите там на этом заваривать сильно мы говорим не хотим но и бесплатно тоже не хотим чтобы уж совсем-то они готовы хорошо вот вам там два доллара в час сверху вот мы вам даем 15 значит а вы должны значит там допустим 13 отдать мы говорим пацаны нельзя теперь по мне сейчас вообще не положено патент на антинайна рассчитывается положено государство требует час комиссии проверки страшное дело чтобы было double youtube то есть чтобы мы из них налоги забирали из их зарплаты и чтоб сами за них тоже платим соответственно получается так значит если человеку дать 10 долларов например то со всеми прибабахами просто чтобы в нуле остаться я не говорю там чтобы за твою работу тебе что-то дали работа есть это надо там шито туда там шито сюда значит эти подписи с бухгалтериями дело иметь они еще не платят вовремя не там задерживают это это работа все но не суть значит даже если мы это делаем просто поскольку нам нужны интерншипы значит соответственно получается там 10 долларов туда значит плюс налоги ну 12 1250 это минимум расход ну 1250 а если бы нам дали 15 осталось бы значит 250 что тоже не 8 и не 10 как берут допустим те кто этим все время занимает вот у нас таких я боюсь соврать прямо сейчас вот ну две-три вот таких компашечки и обычно это связано всегда с недовольными разборками потому что светлана моя должна это делать она это что же я это делаю за бесплатно я говорю это не бесплатно это наши студенты они платили тюишин мы их туда-сюда то есть последнее в этой жизни чего нам хочется делать это пропускать через себя там какие-то деньги но если мы этого не сделаем и тюрьмы не состоится потому что вот у интерншип компании бесплатно они не могут брать оплатно у них вот столько денег нет чтобы пропустить через вендоров если бы там были деньги чтобы пропустить через вендоров нас бы близко туда не подпустили потому что все что можно как бы разобрать тогда на месте она все же разобрана бизнес нам там места нету поэтому так вот получается значит да такая история человек за которого берут деньги знает что за него берут деньги потому что он должен подписать то что называется таймшит в конце недели он подходит менеджеру и мы на и там написано там написано понедельник 8 часов вторник 8 часов среда там восемь часов и он подписывает этот таймшит и таймшит Потом отдается, ну, допустим, если он у меня работает, он отдается мне, и я должен этот таймшит, подписанный менеджером, я должен его отправить в бухгалтерию компании. То есть, грубо говоря, так, сама мысль о том, что можно кого-то отправить на бесплатный интерншип и потом за это деньги получить, эта мысль упирается в то, что человек об этом будет знать, потому что он должен подписать таймшит, что он отработал, и его менеджер может об этом знать. То есть, не то, что может, а будет, обязан. То есть, они все обязаны это видеть. Сделать это незаметно для человека нельзя. Значит, когда я все это объяснил своему собеседнику, который там был, то есть, на самом деле, собеседник только в положительном плане это воспринимал. Ну вот, молодцы какие, смотри, на этом заработали, на том заработали. Я в ужасе, я говорю, боже, я говорю, что ты говоришь? И я ему, значит, объясняю, что так это невозможно совершенно. Тогда собеседник, все еще питая какую-то надежду в отношении нас, он говорит, но я вот слышал, вот, человек, которого, там, он был на интерншипе, там, туда, а потом он пришел, и София его кому-то там отдала, его взяли прямо на работу. Вот, бывает. И, значит, и вот он считает искренне, что вы получили за него рекрутерские деньги. Ой, господи, боже мой. Я говорю, это же надо так. Ну вот, знаете, то есть, значит, а шел бы сам работу искал. Ну, честное слово, мы не берем рекрутерские деньги. Никто, никогда, цента нам не даст, как рекрутерам, потому что есть отдельный рекрутер. И значительная часть рекрутеров откатывает еще менеджерам. То есть, менеджер ему бизнес, а он ему, там, часть от этого делал. Но это такой довольно взяточный бизнес, откатный. Но мы пытаемся помочь человеку найти работу. А он говорит, эти гады на мне нажились, они с меня, значит, за учебу взяли. Потом, значит, на бесплатный интершип меня послали, значит, там деньги получали за меня. А потом, значит, послали меня там в какую-то компанию. И я, конечно, не видел, но понятно, что они за меня еще денег там тоже получили. Я сожалею, что не могу оправдать доверие масс, которые думают, что так вот мы в состоянии подстричь настолько. Я вам больше скажу. Если бы я мог зарабатывать на рекрутинге, я бы тогда учить бы не стал. На рекрутинге гораздо больше деньги зарабатываются, если кто не знает. Там совершенно другие обороты и совершенно другие деньги. И гораздо легче все это. И уже не нужно иметь дело вот с такими, которых ты вынимаешь там из этой вот субстанции, а они потом говорят, что ты на них нажился сильно. нечестный человек. Такая вот интересная тема. Так что я хочу сказать, если услышите, кто-то вам такое говорит, что вот там бесплатный интершип дает деньги школе, или там из школы его послали куда-то на работу и рекрутерские деньги получили, вы просто должны понимать, с кем имеете дело. Вот это из категории увидел пьяного, отойди. Просто вычеркните из своей жизни вот такое и все. И скажите, этого человека для меня больше нет. Потому что ничего кроме беды у вас в жизни от таких людей не появится. Я воробей стреляны. И много всякого такого видел. Я вам точно говорю. Значит, знаете, есть пословицы говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Значит, не верьте. С дураком найти нельзя. Потерять можно с умным, потерять можно с дураком. Найти можно самому, найти можно с умным. С дураком найти нельзя ничего. Вот как бы, можно сказать, существенное изменение к известной пословице. Извиняйте за эмоциональность. Я приехал домой, отправляюсь в баиньки. Счастливо.